Здравствуйте, мальчики и девочки! Я Леся Гайдук, ведущая детских праздников. Сегодня я вам прочту новую сказочную историю про Аполлонию, которая лучше всех умела варить варенье. Жила-была одна женщина, великая мастерица варить варенье, и такое вкусное, что отовсюду, из-за всех окрестных долин приезжали к ней люди, чтобы она им сварила варенье. В хорошую погоду всегда было много приезжих. Люди присаживались отдохнуть на невысокую каменную ограду, откуда можно было полюбоваться видом озера, а потом шли как полонии. Не сварите ли нам варенье из черники? Охотно отвечала Аполлония. А мне и слив. Да пожалуйста! У Аполлонии были поистине золотые руки. Как-то приехала к ней одна бедная женщина. И такая бедная, что у нее не было ни горсточки персиковых косточек даже, чтобы сварить варенье. А по дороге она набрала в передней каштановой скорлупы. Аполлония, сварите мне, пожалуйста, варенье, попросила она. Из каштановой скорлупы? Удивилась-то. Ну, у меня больше ничего нету другого. Ну, что ж, попробую. Аполлония постаралась и сварила такое вкусное варенье, которого еще никто никогда не отведывал. В другой раз бедная женщина не нашла даже каштановой скорлупы, потому что все уже засыпала сухими листьями. И она нарвала полный передний крапивы. И снова Аполлония, сварите мне, пожалуйста, варенье. Из крапивы? Ну, я не нашла больше ничего другого. Ну, что ж, попробую. Аполлония взяла крапиву, засыпала ее сахаром, сварила так, как только умела одна она. Делать нечего, и получилось у нее такое варенье, что просто пальчики оближешь. А все потому, что у Аполлонии были поистине золотые руки. Она могла сварить варенье даже из камней. Проезжал как-то в тех краях король, и захотелось ему тоже попробовать знаменитого варенья, которое варила Аполлония. Подала она ему блюдце с вареньем. Взял король ложечку, попробовал и недовольно поморщился. В варенье случайно оказалась муха. Неприятно, противно, заявил король. Ужасно невкусно. Не будь варенье нехорошим, муха не сунулась бы в него, ответила Аполлония. Однако король уже рассердился и приказал всем своим солдатам отрубить Аполлонии руки. Тогда люди разозлились на короля и заявили, что если он это сделает, то они снимут ему голову вместе с короной. Потому что голова нужна, чтобы носить корону, и такая голова всегда найдется. А таких золотых рук, как Аполлонии, днем с огнем не сыщешь. Пришлось королю убраться во своясе. По-добру, по-здорову. Ну что, мои маленькие друзья, надеюсь, эта история вам понравилась. Ну а если так, садитесь поудобнее. Будем смотреть мультфильм. Ну а я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго, до свидания, пока. Субтитры создавал DimaTorzok